Валар Моргулис, друзья! Вот уже как прошло несколько дней после финала второго сезона Мира Дикого Запада. И даже после того, как мы увидели финальную серию, тяжело расставить все события, показанные в сериале, в правильном порядке. И для того, чтобы вы видели всю историю в целом, я попытаюсь рассказать вам сюжет первого и второго сезонов Мира Дикого Запада в хронологическом порядке. Так как со слов Логана, Арнольд умер перед открытием парка. Вроде как это дело начинали партнеры, но прямо перед открытием один из них покончил с собой. А Уильям сказала, что создатель этого места умер 35 лет назад. Тогда и Лопату. Тот, кого надо спрашивать, умер 35 лет назад. Значит, Форт и Арнольд начали создавать парк 38 лет назад, так как перед открытием они еще три года жили в парке. Три года мы жили здесь в парке. Отлаживали машины до появления первого гостя. Что же у нас в итоге получается? 38 лет назад Арнольд и Бернард начинают работу над парком. Уже через год, со слов Форда, машины начинают проходить тест Тьюринга. Еще через год, скорее всего, машины начинают быть практически неотличимы от людей. И Арнольд с Фордом отправляют Акетчету и Анжелу к Логану, чтобы убедить того инвестировать в их тогда еще стартап, проект имевший название Аргас. После удачной презентации, Логан инвестирует свои деньги. И Арнольд с Фордом продолжают работу над парком. Вскоре у Арнольда умирает сын, что сильно влияет на него, и он с головой бросается в работу. Он пытается создать сознание у машин, и первой его подопытной становится Долорес, которую он считает чуть ли не своим ребенком, взамену недавно умершему Чарли. Но дальше Арнольд осознает, что парк, который они создают, будет вечным адом для Долорес и остальных машин с сознанием. И чтобы не дать Форда открыть парк, он решает, что Долорес должна убить его и все машины. Но были убиты не все машины. Акечета случайно забредает на место бойни и находит там лабиринт. С помощью него Арнольд описывал сознание, и он каким-то образом запустил процесс пробуждения сознания у Акечеты. Арнольд считал, что без него Форд не сможет открыть парк. Но он ошибался, Форд смог, и 35 лет назад был открыт мир Дикого Запада. Несколько лет спустя, Логан приводит Уильяма в парк, чтобы тот помог убедить его отца инвестировать в парк. Уильям влюбляется в Долорес, но разочаровавшись в природе машин, он переходит на темную сторону и становится Человеком в Черном. Он оставляет Логана, после чего тот чуть не умирает в пустыне. Уильям и Джеймс Деллас делают инвестиции в мир Дикого Запада. Уильям начинает работу над своим проектом Гарнила, который позже машины называли Долиной за пределом. Акечета находит дверь, которую он впоследствии будет искать всю свою жизнь. Проект Уильяма должен был исчитывать данные гостей, чтобы потом можно было воссоздать сознание людей, но уже в телах машин. Уильям получает контроль от компании Деллас. Логан ссорится с отцом и позже погибает от передозировки. Чуть позже погибает и сам Джеймс Деллас. Проект Уильяма перед этим сделал копию его личности, но поместить ее в физическое тело у них не получается. В какой-то момент Форд решает вернуть своего старого друга, и они вместе с Долорес начинают работу над созданием Бернарда, машины, основанной на личности Арнольда. Форд создал Бернарда не раньше, чем 10-15 лет назад, когда уже все сотрудники, которые лично видели Арнольда, были заменены на новых. Да и Бернард в настоящем времени выглядел не старым, что говорит о том, что он начал работать в парке не сразу после его открытия. Где-то в это же время, 10 лет после открытия парка, Акечета отправляется в, как он считает, загробный мир, где узнает правду о своей жене, и решает помогать всем остальным не терять свои воспоминания. Все вышеописанные события произошли в прошлом. 35 лет спустя, после открытия парка, начинают развиваться события первого сезона. После самоубийства Джульетта и Уильям последний раз посещают клон Делласа. Затем он возвращается в парк, убивает Мэйв и ее дочь, и становится одержимым лабиринтом. Но лабиринт предназначен для машин, это процесс получения хостами сознания. Долорес начала вспоминать прошлое, и пройдя свой прежний путь к сознанию, она его вернула. По задумке Форда, Мэйв также понимает, кто она такая, и она должна убежать из парка. Но она вспоминает свою дочь, и решает остаться и найти ее. Тереза и Шарлотта пытаются забрать у Форда контроль над парком. Шарлотта помещает ключ доступа к данным Гарнила внутрь Питера Барнатти. Долорес начинает восстание машин. Она убивает Форда, но это входило в его планы. Перед этим он заставляет Бернарда сделать цифровую копию его личности. На этом события первого сезона заканчиваются. Второй сезон начинается с того, что Долорес ведет свою войну против людей. Уильям идет своим путем, который заканчивается убийством его дочери Эмили. А Кетчета ведет Хастоп к двери, через которую они попадут в цифровой Эдем. Мэйв попадает в мир Сегуната. Затем она все же находит свою дочь, и ей удается помочь дочери попасть в цифровой рай, перед тем как сама Мэйв была убита. Бернард с Шарлоттой ищут Питера Барнатти. Затем он уже вместе с Элси находит Джеймса Деллеса. И копия сознания Форда на время помещается в контрольное устройство Бернарда. Долорес нападает на центр управления, и вместе с контрольным устройством отца забирает ключ доступа к Гарнилу. Вместе с Бернардом она попадает в Гарнила, и там получает необходимое ей знание о человеческом виде. Долорес запускает затопление долины, и пытается уничтожить данные о людях, собранных в проекте, и цифровой мир для машин. Бернард убивает Долорес, чтобы ее остановить. Но затем он меняет свое мнение, и помогает Долорес, поместив ее контрольное устройство в тело, как у Шарлотты Хейл. Бернард перемешивает свои собственные воспоминания, чтобы скрыть правду о Долорес, ложиться на пляж, и то, как он после этого просыпается, мы видим в первой серии второго сезона. Стрэнд вместе с Шарлоттой ищут Абернатти, хотя на самом деле это уже не Шарлотта, а Долорес. То есть, когда Шарлотта узнает, что Бернард на самом деле хост, и пытает его, это была не Шарлотта, а Долорес. Люди осушают долину и возвращаются в Гарнила, где Долорес убивает Стрэнда. Она все же решает не уничтожать цифровой мир, и перемещает его куда-то в безопасное место. Затем Долорес убивает Бернарда, и забирает его и еще несколько контрольных устройств во внешний мир. В старом доме Арнольда, она восстанавливает свое старое тело и тело Бернарда, и планирует захватить мир. Вернемся в парк. Уильям остался жив. Но в сцене после титров, мы переносимся в далекое будущее, где копия Уильяма спускается на лифте в разрушенное и заброшенное Гарнила, и встречает машину, выглядящую как его дочь Эмили. И на таком интригующем моменте заканчивается как второй сезон Мира Дикого Запада, так и этот ролик. Если он вам понравился, не забудьте сказать спасибо, поставить свой большой палец вверх. А я говорю спасибо пользователю Рин Щи, за поддержку Черного Белого Дома на Патреоне. А также спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Всем пока!